Портфель и пистолет Штыковым методом наносят мне удар в левую часть. Она была прикрыта сумкой через плечо. Через плечо у меня была переброшена сумка. И удар прошел через сумку, попал в эту часть левую, в область сердца, но попал в ребро. Александр не растерялся. Достал из кармана пистолет и открыл огонь нападающего. Тот начал убегать. Пострадавший предполагает, что попал в преступника. У меня есть основания полагать, что с одного выстрела я в него попал, потому что он зацепился и упал. Затем быстро поднялся и побежал. Кто это был, Александр не знает. Помнит только, неизвестный был высокого роста, спортивного телосложения и в кепке. Мужчина говорит, нападает на него не впервые. Более месяца назад ему уже изрядно досталось от злоумышленников. Тогда их было двое. Один догонял Александра, другой встретил возле офиса потерпевшего. Алла – коллега Александра. Женщина говорит, в тот день успела разглядеть только спины нападающих. Впрочем, все происходило утром и было много свидетелей. Люди сидели на лавочках и которые видели то, что происходило тогда под офисом. Было сообщено милицию. Однако, это не принесло конкретных результатов. За несколько недель до повторного нападения Александру звонили и снова угрожали. Мужчина предполагает, все это из-за его профессиональной деятельности. Александр – адвокат и большую часть времени проводит на работе. Поэтому нападающие могут быть те, кому он перешел дорогу. Обо всех своих предположениях и подозрениях пострадавший сообщил правоохранительным органам. Милиционеры, в свою очередь, сказали – работают. Однако, Александр уверен, если бы его делу уделили большее внимание, то он бы сейчас не лежал с ножевым ранением в больнице. Когда я прихожу, и мне говорят, что совершаются мероприятия и делаются какие-то действия, а за весь этот период следователь ушел в отпуск, дело производства не передал другому следователю. Возможно, передал, но за месяц до судебного расследования не совершили три процессуальные действия или четыре, подготовили два ходатайства и все. И по поводу того, что я подал заявление, что мне угрожают, и даже из этих обстоятельств меня не допросили за две недели. Я считаю, это негативное состояние до судебного расследования. Милиция открыла уголовное производство по статье «Покушение на убийство». Пока Александр в больнице, за ним наблюдает правоохранители, чтобы злоумышленник не смог пробраться и закончить свое дело. Впрочем, пострадавший говорит, защиту ему предоставили только после того, как он едва не оказался одной ногой на том свете. До этого никакого результата. К сожалению, такие случаи, когда реальные угрозы, а милиция бездействует – не редкость. Правоохранители говорят, всем помочь не могут как физически, так и законодательно. Ведь защита предусматрена только тогда, когда есть для этого веские основания. А их нужно еще доказать. Нужно снять опера, ППСника или кого-то другого со службы. И чтобы он топтался постоянно за этим человеком. Я думаю, у милиции при нехватке кадров, в некоторых случаях при отсутствии желания, это невозможно практически. Ну а плюс ко всему прочему, у нас нет законодательства, которое бы позволяло заниматься тем, чтобы охранять участников какого-либо процесса, программы защиты свидетелей. У нас этого нет и не скоро будет. Так что же получается, за помощью к правоохранителям не имеет смысла обращаться. Эксперты советуют, в любом случае нужно идти в милицию и писать заявление. Ведь это может вам помочь позже. Если поступают угрозы убийства или угрозы нанесения телесных повреждений, надо обязательно сообщать в правоохранительные органы, хотя бы для того, чтобы эти факты были зафиксированы. Потому что если дальше будут реализованы эти угрозы, и необходима будет квалификация уже в суде, факт обращения в милицию всегда работает в пользу того, что суд признает, что угрозы были реальными. Надо доказывать систематичность таких угроз. Но, к сожалению, систематичность этих угроз в реальности может иметь тяжелые последствия, как, например, у Александра. И чтобы доказать силовикам, что на вас действительно охотятся, нужно жертвовать своей жизнью. Получается, пока милиция будет искать веские основания для вашей защиты, вам нужно самостоятельно организовывать себе безопасность. Как вариант, вы можете нанять охрану, приобрести оружие или вообще никуда не выходить, чтобы не попасть под прицел преступников. Судовая милиция в рамках открытого уже криминального проведения. Это уже, в принципе, даёт основу для того, чтобы человек вернулась безусловно в милицию. Милиция открывает криминальное проведение, и следователь выносит постанову для здействия охраны. Судовая милиция, которая, в принципе, потом занимается охраной этого сведения. В рамках открытого уже криминального проведения. Только после этого человек может быть выдана государственная охрана. Если человек хочет вообще ходить с охраной, то для этого есть або охранные фирмы, або наша государственная служба охраны. Спасибо. 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 Спасибо.